Всем здравствуйте! В эфире телеканала Прибой ТВ, Прибойные новости и с вами ваш информационный гид Магомед Манафов. Неожиданные изменения. Правила дорожного движения. Жилет стал обязательным. Согласно документу, с 16 марта 2018 года водители обязаны надевать светоотражающий жилет или куртку при вынужденной остановке в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости. Правило действует вне населенных пунктов. Правда, штраф за нарушение этого правила пока не предусмотрен. Согласно статистическим данным, за 6 месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7500 наездов на пешеходов. Снижение аварийной новости с пешеходами связывается с тем, что в данный момент они обязаны надевать в темное время суток так называемые фликеры. Американец устроил на доме своего друга световое шоу в стиле «Звездные войны». На разработку инсталляции ушел целый год, а для ее установки потребовалось 6 недель. Джонсон объяснил, что украшения перенесли на другой дом, так как он расположен в более оживленном районе. Он рассказал, что ему нравится создавать световое шоу, так как он постоянно слышит, что люди, в основном молодежь, устали от традиционных статичных украшений. В Швейцарии открыли фуникулер с самым крутым подъемом в мире. Вагончики разгоняются до 10 метров в секунду, а вся поездка на расстояние в 1738 метров занимает 4 минуты. Торжественное открытие фуникулера состоялось в минувшую пятницу. Подъемник перевез первых посетителей. Фуникулер поднимает на высоту 743 метра, при этом уклон дороги на некоторых участках достигает 110%. Полы бочкообразных вагонов регулируются таким образом, чтобы пассажиры могли стоять в вертикальном положении даже во время подъема по самым крутым участкам. Приложение Instasaber позволит ощутить себя джедаем. Приложение использует технологию дополненной реальности. Если пользователь возьмет в руку свернутый в трубку лист бумаги и наведет на него камеру смартфона, то на экране устройства лист превратится в активированный световой меч, и при движении кисти виртуальное лезвие будет двигаться, издавая характерный звук. К сожалению, разработчики не уточняют, когда именно приложение появится в App Store, а по всей видимости не планируют выпускать его Android-версию. Миллионер предлагает выиграть в лотерею свой особняк, Rolls-Royce, экономку и садовника. В Великобритании миллионер разыгрывает в лотерею свой роскошный особняк стоимостью 2,5 миллиона фунтов. Четырехспальный дом находится в графстве Дивон. Победитель конкурса также получит Rolls-Royce, 50 тысяч фунтов стерлингов, трактор, квадроцикл и 600 лампочек. Лотерейный билет можно купить онлайн. Он стоит эквивалентно 800 рублей. Так, успокойтесь, участниками лотереи могут стать только жители Англии, Уэльса или Шотландии в возрасте старше 18 лет. Миллионер говорит, что лотерею организовал, чтобы добавить в свою жизнь немного веселья. Он обещает пожертвовать 2 фунта с каждого билета благотворительным организациям. Если к 30 ноября 2018 года будет продано менее 500 тысяч билетов, то вместо дома победитель получит альтернативный приз, равный общей сумме сборов. Это были Прибойные новости на телеканале Прибой ТВ. С вами был ваш информационный гид Магомед Ланапов. Увидимся здесь же. Оставайтесь вместе с нами. Вам только наиприятнейших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова